В Мариуполе неизвестные побили камнями машину депутата горсовета Максима Бородина. Вчера вечером он, как всегда, оставил свое авто во дворе, а утром машина была с повреждениями. Машина припаркована у нас возле подъезда, имеет повреждения. Вначале подумали, что может быть зацепила другая машина, но присмотревшись увидели, что рядышком лежит и камень, которым, судя по всему, это было сделано. Камень сотрудники полиции уже забрали, как вещественное доказательство. Два удара на боковой двери со стороны водителя и один бампер, трещина на бампере, то есть она визуально виден след от удара и есть трещина. Депутат горсовета связывает происшествие с антикоррупционными расследованиями, которые сейчас проводит его политическая сила. Просто идет смещение в другую сторону, понимая, что мы сейчас максимально трогаем тех людей, которые завязаны были на потоках. Там речь идет о миллионах, о десятках миллионов гривен. И поэтому сейчас эти люди, понятное дело, готовы заплатить любые деньги для того, чтобы просто смешать нас с любым выдуманным оскорблением, чем угодно. Частью этого скандала депутат считает и то, что сегодня утром две женщины раздавали листовки с заявлениями, которые Бородин считает клеветой. Вызвали милицию, до приезда милиции были с ними. Они не сопротивлялись, но у них с собой было порядка тысячи копий, несколько пачек листовок, отпечатанных на черно-белом принтере, судя по всему. И которые пытаются опять же поливать меня тем, что якобы я являюсь человеком с нетрадиционной ориентацией. Те люди, которые раздавали, объяснили это тем, что, ну не на камеру, что они бывшие работники Азамаша, у них нет денег, и вот они пошли на это, потому что надо было заработать. Ну, теперь в полиции они рассказывают о том, что они вообще нашли листовки и просто решили раздать. На место выехали представители Мариупольской самообороны и помощники депутата. Дополним, это уже не первое нападение на депутата Горсовета Максима Бородина. Ведутся следственные действия.